Продолжаем послание святого апостола Павла к римлянам, 15 глава, 27 стиха, как специально. Я сейчас прочитаю, вы поймете. Ну давайте с 25 по 26 даже прочтем. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония хая усердствует некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Очень смешно. Да, а Европе, а не совсем в Иерусалиме. Я вам это докажу в течение, как говорят, до пяти минут. Выше дал обещание прийти к ним, то есть к римлянам. Между тем, ему нужно было еще промедлить. Поэтому, чтобы не подумали, что смеется над ними... Чего же они так думали-то, извините, мысли вслух. Высказывают причину, по которой медлит и говорит, иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Хотел остановиться. Вот слова, они кажутся совсем непонятными. Блаженный Феофилакт. Кто прочитает вот здесь Павла Апостола, он никогда не сделает этих выводов. Ни один сектант этих выводов не сделает. Это я могу точно сказать. Вывод блаженного Феофилакта. Чтобы не посмеялся над ними, ему нужно было теперь за свои слова еще так построить речь свою. Чтобы они поняли, что он над ними не смеется. Да какой-то пятнадцатая глава уже, он говорит им. Какой тут смех-то? Разговор-то идет о спасении души. И однако, ну вы понимаете, о чем я отвечу-то? Речь идет об обыкновенном человеческой гордыне. Они гордые были, римляне, как сейчас москвичи. Через губу не переплюнуть. Мы в Москве, этот спук земли. У нас пробки в Москве. Москва вся в пробках. Как начнут говорить, у них все пробки. На двести шестьдесят километров пробка была. Вася, да что такое? Вася, да что такое? Устами старца глаголит истина. У вас пост хорошо поменял. Многоглаголевочка. Василий многоглаголевый. Аллилуйя, брат. Вот так вот будь всегда бодрственным, слушай все, что говорят. И ты будешь тогда дополнять то, что надо. Правильно сказал. Двести шестьдесят. И что? И это они тоже себе берут на вооружение. И этим тоже гордятся. И теперь что нужно сделать? Ну другие бы сказали. Ну что, поменьше машин иметь? Ничего подобного. А мы Москву сделаем еще больше. Ну и теперь понимаете, что тут в Риме творится? Рим наполнился. Там рабы еще были. Не забывайте об этом. И там может быть христиане, которые сидят в этой общине. У них рабы. Апостол Павел о чем говорит? Они знают. Он там против рабства практически говорит. Хотя он и не так говорит. Не против рабства. Он против рабства греху. Дорогие вы его римляне. Итак, продолжим толкование. Иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Не сказал, неся с собой милостыню, но чтобы послужить. Дабы узнали мы, как высоко тем совершается и как важно это. Через это увещевает еще римлян к милостыне. Ибо когда говорит Македония и Ахая усердствуют и так далее, то влагает в них ревность подражать им. Слово усердствует употребляется вместо захотели признать за благо послать некоторое подаяние. Так, то есть подаянием называют милостыню везде, как прибыль общую и дающих и принимающих. То есть и дающих и принимающих. Это всем прибыль. Те, кто отдает, думают, ну вот отдал все, мне никакой прибыли. Ничего подобного. Принимающие-то они оказывают какое к тебе расположение. Они же молятся потом. Дальше. Сказал дальше некоторые вместо малое. Дабы не показалось римлянам, будто укоряет их, как скупых и нещедрых. Святый им говорит, то есть верным. Так что они достойны сугубого сожаления. Во-первых, по нищете, а во-вторых, по добродетели. Вот толкование блаженного феофилакта. Так о Европе не будем говорить. Ну, а как ты думаешь? О Европе. Ну, получается, здесь же он говорит о Иерусалиме. Ну, а у нас сейчас, в нашей общине лично получается, что нам нужно же теперь как бы в Европу подаяние для европейцев. И это не будет нашим проигрышем, нашей какой-то потерей. Это будет нашим приобретением. А в чем? Ну, хотелось бы сказать, а вот узнаете. Но все пред Богом. А Бог? Вот только скажем о Бог. На любое будем говорить так, ну, будучи искренне верующими, со Словом Божьим. И везде будет нам воздаяние от Господа. Вот сами увидите потом. Не хотел говорить, а сказал. Ну, а что сделаешь? Ну, когда было у нас еще в начале зимы, начали говорить об этом. В начале-то вообще про Европу не было разговора. О европейской части СФСР, там, Украине был разговор, там, даже о Чечне не было разговора с Грузией. Это уже последствия как-то все, но молитвы, вот, молитвы. И о деньгах только так призначно был разговор. Приблизительно, ну, сумма была уже известна приблизительно, всем ясно. Все считать сейчас имеют отлично. Капиталисты нас научили, Игнать Игнатьевич, считать. Поэтому, а вот пришло время, когда уже вот-вот, и все говорили еще, может быть, полмесяца назад или месяц. Да, ну, конечно, документы собрать можно, но деньги-то уж точно не соберем. Никогда. А машину-то, машину сначала сказали, нужно иностранную. Теперь, оказывается, и не надо иностранную. На машину еще надо иностранную, да где же ее взять? Не надо иностранную, надо хорошую, нашу машину. Они все по европейскому плану сейчас сделаны. Там экология у них, они так воткнут демомером, проверят, и штраф заплатите. И все. Дальше можно подрегулировать, дальше езжайте. Так что, а вот оно все, а Бог? И все, остается теперь только на одного человека насобирать. Да тут даже Ахаис в Магеддоне и не надо. Да. Немножечко просто еще песнопений попоем, вот так вот, ни шатка, ни валка, и глядишь, вообще спокойно, щедро все раздадим. Тут такое, сейчас вот Николай заходил, он уехал почему-то домой. Никто не может сказать, что обязательно должна быть медицинская страховка. Без нее документы не принимают. И тут же из Германии сообщает, ваша страховка никакой роли не играет. Понимаете, я должен отдать тысячу сейчас здесь. И только для того, что мы приняли документы на визу, и сразу моя страховка теряет всякое значение, я поехал. Там надо по-новому страховаться. Уже потом. И видите, сколько налепилось, и они знают, что это несправедливо. И при том, если я сейчас все страховки все заплатил, а визу мне не открыли, деньги пропали. Они же обязаны вернуть, раз. Я бы врачебный врач, я за врача заплатил, а он не лечит меня. Ну, естественно, деньги возвращаются. А здесь деньги не возвращаются. Сережа, толкнем, пободрешься. Нехорошо, это привычка такая. Саня, Валентин, пройдись по коридору. Только не уходи. А ты уже в привычку ходит. Сам себя пощипает. Как сделать-то? Завтра он за мной заезжает, меня туда повезут. Я вопросы задаю такие, которые никто их ответа не знает, и я не знаю. Задал Валентине, она сейчас спрошу английских друзей позвонить туда. Их надо решать сегодня. Завтра может быть поздно. А деньги это даже не первое место. Поэтому усилий только молитву. Я прошу все время, Господи, если это не от Тебя, поставь такие препятствия, чтобы никто их не перешел. И нам никуда не надо ехать. Чтобы Бог сделал так. Как-то, чтобы мы поверили, что это именно от Бога. Да, мы думаем поехать с подаянием. Подаяние другое. В хлебе, о котором тогда Павел, деньги были, они шли на одно. Не умереть с голодом. Сегодня голод духовный. Там что духовное-то как? Приезжают оттуда наши местные баптисты и говорят, у них в собрании были. Так они, говорят, вот так вот сидят в собрании, курят в собрании прямо. Баптисты. И вот так, говорят, форточки откройте, сейчас русское собрание будет. Они не любят, когда табак здесь. Для русских баптистов они дым разгоняют. И сидят они, как здесь у адвентистов было. Парень там, девка. Так, ну кто хотел бы жизнь свою Хрису посвятить? Поднимите руку, поднял руку. Это считается за покаяние. Здесь у баптистов, как богачок, должен выйти, сознать, я грешник, пьяница. Тещу ненавидел, чуть не убил. Прости меня, Господь, плачет. Половину имения раздам. Здесь еще ничего не требуется. Они духовно мертвые. Мы к ним едем с тем, чтобы показать. Даже вот как у нас идет богослужение, у русских-то, грешевская церковь. Оттуда же получились. Они смотрят, какая у русских крепкая вера. Они стоят еще на ногах. Там ничего этого нет. Выходят тут же. Батюшка сидит, глядит во дворе церковном. Стоят мужики и курят. Батюшка говорит, это кто? Да это причащались сегодня которые. Перед причастием еще выходят на улицу. Еще раз покурил. Заходят еще дым изо рта. И причащаются. Ну как это? Архимандрит Арсений говорит. Я, говорит, уговорил племянника приститься. И как? Ну как? Он спрашивает, а сколько это время будет? Я говорю, минут 20. Он вот так вот. Давай. Вот, чтобы успеть за 20 минут вложить все. Последняя затяжка. И тогда я опять выскочу, а курок опять в урок. Кого обмануть-то хотят? Какая перемена? Где служение Господу, когда храм Божий разрушается и вам никакой нужды нет? Или лишь бы больше людей было? Не хотите ли вы уйти? Почему эти слова не говорят? Каждый к себе заманывает, вербует? Кому это надо? Что больше деньги, сбор делать? Да зачем это все нужно-то? Как Феодосий Старший. Когда у него учится у Арсения, Гонорий Аркадий, он говорит, если они будут недостойными людьми, они жизни недостойны, не только царского престола. А сегодня все валит. Какое они и есть, ему деньги валят, обиходят. И вот внук Ельцина, Бориса Николаевича, тоже Боря, в Англии, там показывает, какие там кутежи и прочее. Я только и говорю с то, что есть. Они все такая молодежь. Казалось бы, все Бог дал. Все силы направить на то, на что нужно направить. Почему не подражают хотя бы протестанты, тому же Спержину, который все отдал? Или Джон Буньян. 9 лет сидит в тюрьме, пишет путешествие Пилигрима. Все, ни шагу не хотят сделать. И то, что мы делаем это, сейчас задача помочь нету. Как оклеветать это дело? Как это сделать таким негодным никуда? Показать, как вот я грижу, а солженицы мне сегодня говорят. Народ совершенно не понимает, что за это будет возмездие. Я иду, Павел несет деньги. А что он собирал? Для кого он, Павел, собирал? Для евреев и так весь мир. Да, для евреев собирал. Потому что евреи избранный народ. Они бедствуют, им нужно помочь. Ты рассуждай по берегу. А когда по-другому, ты не патриот, ты враг Божий. Бог тебя рассматривает, проклинающий вас. Кого проклинает? Сам проклят будет. Это надо в людей вложить вот это. Не патриотические чувства земные, а небесные. Я патриот небесного отечества. И мы должны там быть. Великое преимущество во всех отношениях. А наипащий в том, что им верено Слово Божие. Без Слова Божия сейчас вот его нету брали. Но еще мы друг на друга посмотрели, покачали головой. Ну будь благодарен, у тебя Библия в руках хотя бы. Люди не понимают этого. Вот мы сейчас едем. Доехали. Доехали, мы сунулись с границы. А нас не пустят. Ну не пустят. Да ничего не бывало. Мы сразу начинаем работать здесь. А если и здесь где-то не примут? Да Бог усмотрит. Он видит мою готовность. Вот я Господи. Вот сказал Исаии. А Бог его не принял. Как не принял? А ангел для чего хюровим? Углем по рту. И все уже исчезло. Нечистота исчезла. Иди, благовествуй. Он-то этого не знал. Программы никакой не было. Он только выскочил. Я. Меня пошли. Вот этой дрожи в руках нет. Сидим, спим, клюем. Тебе ехать. Впереди киллеры ждут. Какой сон. А я не хочу туда ехать. Там люди погибают. Голод. Духовный голод. И мы должны поехать оставить. Завтра это будут искать. Сегодня говорят, книга теряет свое значение. А другие говорят, единственное, что останется, это только книга. Сейчас электричность защупает щак, но нигде ничего нет. Нет ни одной флешки, ни одного жесткого диска, ни одного компьютера. Все кончилось. И останется только книжечка на полке. А мы как раз тут, вот они и есть. Если одна душа обратится, все оправдано. А она уже не одна душа пришла. Сейчас книги, которые из библиотек, бывает, приходят, забирают, вот Михаил. А я дома образую библиотеку, людей буду приглашать, будут заниматься. Да бог-то лучше знает. Там-то в общем стоят никто и нет. А здесь прямо конкретно под ним этим книгом работать начинает человек. А вначале казалось, эх вы, люди, не понимаете, сколько здесь открыто. Книги написаны в пророческом духе. Все. Без приглядом в глаза людям нравится, не нравится. Это на ними такие книги? Я сегодня в патриархии ни одной книги не знаю такой. Ни одной. Ни Игнатия Бринчанинова. Все молчали, что царь делал. Подготовили платформу для кого. Иоанн Кронштадтский обещал всех. Царя ни разу ни слова не сказал, что он безгрешный был. Ведь оттуда все это ползло. Такая вот царя власть была. Сказал бы еще одного еврея, троните где-нибудь гонение, висеть будете. Почему это не сделали нигде? Я все вспоминаю. Министр внутренних дел Витте был тогда. Он сказал, не дай Бог случится революция. Все евреи потянулись в революцию. Ну ж было это сказано. Так и случилось. Нет, черная сотня. Да эту, прости Господи, чертову сотню разогнали бы духу и не было. А теперь, теперь будут преследовать, вылавливать всех. Кто там был? Иван Восторгов. Всем меч на голову. Гадать-то не надо было. Ты благословляющий меня благословен будет. Вот это-то возьми и было. Куда в руку подняли? Ты маленько так приоткрой себе этот шибер, эту пластинку с головы-то. Открытым оком-то посмотри, что делается. Зачем мне туда ехать? Мне туда ехать. Когда мне после операции на позвоночнике сидеть долго нельзя. А я буду три месяца мотаться, десятки тысяч километров наворачивать. Зачем мне это? А я все думаю, а какая-то душа коснется. Потому что люди мне пишут, никогда. Первый раз встречаем, чтобы так открыто было. Вы же понимаете, против какой махины вы выступили-то. Это же, нигде больше в интернете этого нет. Я, говорит, нашла сейчас, от вас не отхожу. Одна, 111 роликов к себе перетащила только. Так я это почти каждый день встречаю. Люди жаждут истины, света, не лизоблюдства, не льсти. Павел говорит, у нас не было каких слов льстивых, завлечь кого-то. А я с этим еду, неворованное. Еще хотел добавить, что когда так говорят, ну и так и говорят, и в толкованиях это здесь есть, что и апостол Павел-то оправдывается не зря, потому что это было, ну а кто? Мы-то римляне, а вы-то евреи. Надо не забывать, что это была периферия вообще империи. Иерусалим. Он на границе там с арабами, там дальше Персия, которую они не смогли захватить. А дальше неизвестные страны Индия, Китай и так далее. И поэтому граница империи, граница империи. Возьмите, как тут выпрашивают у нас тут, вот губернатор, выделили тут на дороге. О, Алтайскому краю на дороге выделили. Выделили тут два троллейбуса новых пустили, там один трамвай, о, сколько много. А что в этот момент в Москве? Мы только что говорили об этом. Творится. Деньги-то все там, все выкачивают из провинции-то. Вот когда было у них тут пожар в Москве, там, откуда выкачали зерно за бесценок? С Алтая. Постановили драконовским методом, быстро все, ну дали немножко, накинули чуть-чуть тут людям. А там-то цены были в три раза будут дороже, кто там рядом был, из Америки, из Канады, из этих, хорошо закупали-то, деньги отдают. Поэтому тут надо еще на это тоже смотреть. И на экономический. Ну оно духовное какое-то, о чем говорить дальше? По идее, конечно, конечно, как бы, если говорить исторически, как мы тут рассматриваем, то нам должны, Сибири, мы-то что можем принести? А вот Господь так делал и сделал. Почему? А последние будут первыми. Последние где-то на заборках этой Сибири. А вот первые. Никто книги не дарил. Да еще такого духовного содержания. Это вообще немыслимо. Если переводы блаженного Иеронима о церкви в 4 век, это была, ну, какая-то фантастика для церкви. А сейчас-то это вообще немыслимо, то, что выпустилось. Уж Господь, а Бог. Уж как бы и вся революция, и война, и все вот эти бедства, и потом вот это резкое потепление. Это, может быть, все и было для того, чтобы вот эти книги вышли. А я так думаю, это для того только и было. Потому что, чтобы Слово Божье вот так вот в чистоте рассмотреть, вы возьмите из себя проверьте. Возьмите одну, любой том, открытым оком, любой вопрос, закройте ответ и прочтите вопрос. И потом ответьте сами. Ну, как отец Владимир-то Карель, батюшка-то из Шадринска, то у меня так же залез с ногами на кровать, и тут перед ним, кажется, тогда около трех тысяч вопросов, бумажек, кушает. И он среди их ворочивается, выбирает, и подает, какие отвечать. А на фанале он печатает, он мне выбирает, а он каждый думает, я бы ответил вот так. И когда я отвечаю, ну, отдых маленько, он говорит, а я заранее думал, я вот так отвечу. Ни одного вопроса, я, говорит, не ответил правильно. Ни одного. Люди-то еще не понимают, что в этих вопросах заложено. Какой смысл. И чтобы на основании только Библии, святых отцов, канонов церкви и жития святых, и ответы давались вот так. Этого нету. Или, допустим, у меня два тома, я отвечаю только на основании Библии, жития святых. Седьмой, восьмой том. Ну, ты все знаешь, что за счет их хвалишься. Я хвалишь Господу, что положил мне это на сердце. Когда никому не надо. И то, что сделано, это никогда. От остатания мира этого не было. Отвечать на основании святых отцов. Жития святых. Вопрос, я беру из 12 книг, выбираю нужная тематика, допустим, о молитве, когда молились своими словами. Или, допустим, вопрос задают, а как в житиях святых было отношение к жене, которая ушла. Это только четыре места есть из 1137 биографий. Я знал, какие взять и какое место оттуда взять конкретно. Ну, как вот 26-й том стихи. И люди еще не осознанно никем это, что это не посильно ни человеку, ни коллективу. Это Бог только сделал так. Притом искать мне не надо было. Я просто как с картиной все списывал, выкладывал. Вот открою 7-й, 8-й том. Как-то с кем-то он разговаривал, не знаю, не с тобой или с батюшкой нашим. Он возьми и скажет, батюшка, ты сам-то прочитал хоть один том-то? Ну, ты прочитай и посмотри, о чем я считал. Ну, а как по-другому? Никак. То есть другого пути нету. На основании слова Божьего показать, вот это правильно, не правильно. Так а вы критикуете. А откуда же я слово критикую? Я обличаю, а написано слово для обличения, наставления и прочее. У вас слово-то мертвое, оно как златоузное. Губка мягкая, ну, от которой моете, на гной просто размазывает и все. Слово Божие, не подобно ли мечу, не подобно ли молоту, разбивающую на скалу. Я только сегодня, вчера какие получил здесь отзывы, и люди просят. Я впервые, впервые, все, каждый отвечает впервые, сейчас не отхожу от вашего сайта. Вопросы такие, а вот это где-нибудь у вас сказано в роликах, не может найти. Я сразу выстоял, все, и сразу ответ, ухожу, и полная тишина. Форум 1400, тем, в среднем сейчас 130 человек уже заходит, каждый день. И за неделю ни одного отзыва нету. Еще не прочитали. То есть ни спора, ни вопросов настолько мощно отвечено, настолько сильно и полно, что там ничего не надо, только бери, считай и вкладывай, и все. Ну, бывает, один залез там на днях и стал там порнографию выставлять. Ну, Ольга его высчитала, выкинула ее. Ясно. Это Бог сделал, Бог. И люди еще понять этого не могут. Они подыскиваются, они там клевещут, там патриархийно. Ты плачь о них. Они не знают, что уже грядет, погибель уже рядом. Она рядом совсем. И они будут искать, спрашивать от моря до моря, говорят, искать. Никто не найдет. А я еду туда. Я начинаю, допустим, ехать. А что Игнатий ездит, книги дарит? Женя ищет, твой зять. Только одно. Никто не берет. Никому эти книги не нужны, поэтому сам и развозит, дарит. Он думает, меня этим унизить. Это как раз и говорит, что мир мертв, а я живой. Во-первых, я написал. Сам верстаю, сам набор сделал, сам издал. И сам развожу, даром горю. Ну, ты найди мне в мире еще такой случай. Один. За семь с половиной тысяч лет. Чтобы человек отдал опыт полвековой весь. И сдал, и даром ехал, и раздавал. Да они берут. А кто будет брать-то? Вон он сидит, выставил. Сколько на тебя стояли там книги-то в магазине? Ну, ты брал, в магазин где-то выставлял-то. Ну, стоят, до сих пор стоят. Вот кто-то взял, нет, придут. А рядом стоит Блаватская возьмут. Блаватскую возьмут. Рериха возьмут. А это стоит, скажем, посмотрел. Там что-то такое. Да там Библия. Да там положи. Это говорит, что мир мертв. Ты посмотри фильм. Мир и мир. Кто слушал-то? Несколько человек сидят, где-то в закутке, там, как сараюшка такая. И, наконец, уже царские бегут, его хватают и туда, и в яму его. И что он терпит? Но молва дошла до царя ассирийского. Теперь его освободят. Это все так и продолжается. Все. И они могут что-то предложить Жене. Да нет. Ему это и не надо. Ему главное сказать. Но он унизит, он никак не унизил. Я спрашиваю, ты уверен, что никто не берет? Он разговаривает дальше, знает, что я уже поймал его. Так раз никто не берет, ты бы опустил руки. У тебя нещего давать. А если бы было, ты все равно не стал бы делать. А я-то не остановился на этом. Я продолжаю осеменять до концов света, до Атлантики. До Тихого океана дошли. Тебе это не пример? Говорят, пример действует. А он и тут пример даже не действует. Скажи, зачем я это делаю? Ты вот вас спроси, зачем я все-таки это делаю? Такие расходы, я ночью не сплю. Зачем мне это надо? Такой опасности подвергаться, день и ночь находиться, месяцами где-то, лезть туда, где просто шансов может быть живым выйти. Это Хорватия, там Возьми, Чечня. Зачем? А я, может быть, вижу ту душу, которая, как македоняне, мне говорят, придите и помогите нам. Так он не поедет никуда, у него некогда. С Мишей у него есть время, с Сашей время есть, гулять будут, пить. Здесь он, ну ты хотя промолчи, он не может молчать. Притом они все одинаково ведут себя. А что это означает? Это означает ангел сатаны, клевещет, но тебе слишком много дано, Господь. Говорит, это достаточно, перенесешь. А не для того ли он клевещет. Быть может, Господь услышит и говорит, воздаст мне, как Давыда, когда семей сын Гера заклеветал-то. Что мне и тебе, сыны Саруина? Да может, Господь призрец на эту клевету, Женя и другие, да, хоть грехи мне простит. Я нахожу ответ Священного Писания. Они в оправдании себе 32 программы смотрят все время. Они никакого оправдания не находят. Так а поскорби о них теперь. Какой бы ни был нищий силец против нас, против деревни, они мгновенно с ним соединяются. И что-то не успели, ничего не успели, на кресте меня нету. Это сон Натальи. Идет огромная очередь, несут крест, и впереди идет Женя. А он на свое время дожидается. Его уж Господь до основания потрясает, и все равно кого-то надо завинить. Я никого не виню. У меня где-то не ладится, я добиваюсь от Бога ответа. Я ни разу еще не сказал, что в моей неудаче виноват тот. Не играм. Я уже заранее запрограммировал. А завтра меня в 10 часов повезут туда. Если что-то не играть не получается, я уже выход приготовил. Выход есть. Притом выход не один. Как у барсука, у него много от норков. Он знает, куда выбежать. Не примут, значит. Зато в комнатах чисто. А лиса что может? Лиса нарыть не может. Она залазит туда, пока его дома нет. Нагадит туда, он придет и фыркнет, уйдет в вертовую нору копать. Она по-другому не может. Они в моем наследии. Обязаны всем при том, что у них есть. С женой и любимыми детьми. А он бы нигде не встретил, как ни на моих занятиях в университете. Ну а что ты? Ты поскальпи о них. Эти люди так многого лишились. Я просто говорю вам, что себя поберегите. То, что мы делаем, придет время. Будут спрашивать, кто свидетель этого. Вот так. Мы заранее договоримся, если три месяца от нас никаких висей не будет, ну что, еще подождете немножко, а потом молитесь за упокой. И все. Так сейчас же электронный телефон. Это только если вдруг... Где-то пошлите лесточку-то. Уж московская патриархия до вас теперь-то не достанет там. Да, Бог его знает. Ага. Вы думаете, эти иезуиты... Ага. Лойла, это там, ну все еще... Да, понятно. Да. А я хотел мысль еще продолжить. А вы по-другому теперь тогда пойдите, если что-то не до конца понимаете. Берете опять любой том. Ну желательно даже первый, я вам подскажу сразу. Потому что последний лучше не надо туда лезть. Вы все равно ничего не поймете. Ну поймете, когда прочитаете ответ. И из этих, знаете как эти, подходят экзаменующиеся. Это из билет. Раз, прочитал билет. Ну, какой билет? Профессор, можно и другой? Ну давай. И так до трех раз бывает. Вот выберите себе тот вопрос, на который вы желаете ответить. И можете. Чувствуете, что вы отвечаете. Ответьте, а потом сравните его со Словом Божиим. Что будет? Понимаете, это не просто ответы. Вот мы сидим, тут Дружба народов немецкий. И там городская администрация нас всех собрала. Религиозные деятели. Ну получилось так, что и я в то число попал опять. И выходит мусульманин, такой мулай или его помощник-то. Кто тогда был с собой? Мулы не был, я был. Ты был? Да. Это Татьяна. Нина. Нина Александровна была. Это, а где она? Болеет. 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 Мы молились. Вот тут люди есть, которые экстремисты, как он сгрелся один там, кто это? Да вот он сидит рядом-то. И завтра уже краевая администрация запросила у меня, какие книги, где что есть. И что? Ничего нет, все заглохло. Сразу же заглохло, первый день. Нет этого. Фа эта у нас была, когда она нашла, это вы говорите про евреев такое. А она в своем центре еврейском это все раскрыла. А не могли что-то начать? Не могли вот это дело, пройти по лезвию, называется. А я, она, прямо аж ее трясло. А что, вот если вот у вас такие отношения с ректором университета, а если вот я ему отдал, а Песоцкий, потому что она знает национальности всех, а вот если вот у вас такие хорошие отношения, отдать ему прочитать вот этот том-то, как он скажет? Паина Соломоновна, да я подарил этот том ему и тому и другому, уже подарил. Как? Да так. Если Паина говорит, его, говорит, боялся я, знал с собой грех, я боялся во многолюдном обществе. А я открыто это написал, и они не нашли что-то против? Не нашли. Там нет этого. Она за что уцепилась? Я говорю, когда читаешь историю еврейского народа, то впадаешь в искушение. Мысль приходит, да не ошибся ли Бог, избрав такой народ, который на каждом шагу противодействует ему. Так вы о Боге. Ты, во-первых, вы, дальше я не утверждаю, а в-третьих, это вывод делает Бог, что у язычников того нечего у вас есть, что вы делаете. Конечно, ей неприятно. Так я так говорю, я цитирую пророков, и сразу места из Писания. А потом она мне написала, когда, видимо, там рассмотрели у евреев-то, говорит, да как он их костерит, и своих попов точно так же, я говорю, сейчас с него спрашиваю. Они-то думали, ага, я патриот, я только евреев, ненавижу, а ничего подобного нету. Я за евреев, за мусульман, за батюша. Но на основании Слова Божьего, чтобы душа была спасена. И, видимо, там более насчитанная, она мне после этого написала, да вы, вам Бог такое дал, да вы любого жида за пояс заткнете. Любого жида за пояс заткнете. Я там все в книге поместил. Это ее рукой написано. Еврейка. А мне зачем его затыкать? У меня с ними хорошее отношение, просто хорошее. Это они одни из самых лучших моих помощников были. В издании книги. Так что помощь Иерусалиму все еще до сих пор нужна. И мы из этого видим, что Слово Божие живо и действенно. И аллилуйя этому. Римлянам 15 глава 27 стих. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Толкование блаженого фитерального. В том, говорит, ничего нет нового, если они захотели сделать подаяние святым. Они должники их. Каким же образом? Христос происходит от иудеев. Пришел для них. От то ли апостолы, пророки, от то ли, то есть от них. Все блага, перечисляется интересно как. Но причастницей всего этого сделалась Вселенная. Следовательно, обратившиеся из язычников должны уделять им свои телесные блага. Точно так же и мы, и вы. Не сказал же допустить до участия, но, говорит, послужить. Он представил их как бы диаконами. Не сказал так же в телесном своем, ибо о духовных благах сказал, что они принадлежат иудеям, а благо телесные принадлежат ни одним язычникам. Потому что мнение общее всем, а не одних владетелей. Да, пойдет. А не одних владетелей. Итак, слово тут усердствует есть. Усердствуют, да и должники, они пред ними. Но если одни усердствуют, а другие почему не должны усердствовать? Ну мы опять о той же самой гордости говорим, которая одолевает вот эти страны или те сословия, которые считают себя выше. До чего это доведет? Тогда это не довело практически ни до чего. Рим все равно рухнул. Ну довело, да, до падения Рима. А вот последний наш век, 20-й, показал, до чего доводит это, будем говорить, неистовая гордыня ума человеческого. Вот Гитлер из такого, казалось бы, благого дела вывести людей, народ вывести из нищеты, из такого рабства, можно сказать, кабалы, ввел людей в страшный грех вот этой гордыни. Самость непроходящая. Причем чуть ли не в каждого бы ее всеял. И сейчас вот показывают, вот сейчас же у нас идет неделя немецко-русской дружбы, кто не знает, она сейчас идет. И вот идут передачи о том, как сейчас русские и немцы, ну какие отношения поддерживают. Ну меня очень удивляют, некоторые, немцы меня удивляют, русские не так, и русские тоже. В одной из станиц под Сталинградом происходили очень сильные бои. Какая-то там Синявская, ну станица там, очень сильные бои были. И немцы там, 6-я пехотная дивизия. И вот их там осталось совсем немного, человек 20, наверное. И причем немцы там подвязаются как? Эти оставшиеся старики им от 82 до 94 лет сейчас. И они, до такой степени там вот у них, видать, произошло изменение внутри, они решили поехать в Россию на то места вот этих сражений и там помолиться, помолиться за своих вот этих погибших друзей и за русских тоже. Помолиться. Потому что там целые кладбища эти немецкие. И как, а русские здесь узнали об этом, об этом кладбище, там госпиталь был большой немецкий, там очень много, там десятки тысяч умерших немцев только, уже русских не говорим. Итальянцы, румынии. Ну да, и там венгрии, там все были. Долго там они стояли, несколько месяцев, поэтому. А русские в этой станице подняли протест. Администрация собрала их, людей, и все сказали, нет сначала. А там ветераны были. И говорят, а как же тогда они приехали, раз нет? И с ней берут интервью. Она. Ну у нас народ-то какой? Сначала как услышали, что к нам тут фашисты приедут? Нет. Это тут сколько? Тут еще бабушки есть, которые помнят, говорят, как бомбежка была. 18, говорит, месяцев, то с одной стороны, то с другой утюжили тут всех. Говорит, ни одной хаты не осталось. Нет, говорит, не надо нам тут немцев. А ветераны, говорит, наши, вот, говорит, какие наши ветераны, боевые, говорит, пришли и сказали, вы знаете, что такое война? Нет, вы не знаете. Надо, чтобы они приехали. Они же тем более с миром едут. Мы уже повоевали, хватит. И приехали. И сейчас вот этот самый мир наступает. Но до этого нельзя было поусердствовать в другом. Поусердствовать в мире, не в войне. Вот как в мире, но там же хорошо у них начиналось. С лопатами стоят там. Вот 34-й год, смотрели же, да? Это как триумф в поле. Они не с автоматами, они с лопатами. И куда сейчас они пойдут? 58 тысяч парней, здоровенные все, главные. Как на подбор. Молодые все, кровь с молоком, такие жизнерадостные. Такое вдохновение видно у них. Все, они почувствовали жизнь. Будут строить дороги, автобаны везде будут строить. А для чего? Оказывается, это усердие не в мире было. Для того, чтобы подвозить боевую технику границам быстро. Ну, это надо было. Ну, почему не Евангелие это нести? А для чего границы? Ну, чтобы наши братья пошли с Евангелиями везде. А почему? Ну, истины-то нету там, истины до конца нету. Кто пойдет с Евангелием? Ну, идут. И баптисты идут, и все. А где сейчас они идут? Нету ничего. А где до краев земли вот это все наполнение? Все какими-то, вот если католики идут, храм опять надо, опять какие-то тут, вот тут сейчас отец Борис, тут был там отец Роман, все. И все, так ничего не слышно, как-то покрыто все. Никакой не видно, вот благое вести. Все бритые к ним туда приходят. А по Евангелию пришел брат у нас беседовать Игорь Третьяков. Вот так достал, говорит он, по Библии побеседовать. Он достал Библию, вот так вот, вот она Библия, вот Библия. Он достал, отец Игорь открыл, место Писания, о любви будем беседовать. Он говорит, давайте о любви, давайте о любви. Он посмотрел, этот отец Роман, вот так закрыл ее, говорит, улыбнулся и говорит, ну чем мы, говорит, все по Библии, да по Библии, все, еще ни разу не беседовали. Чем мы все по Библии? Давай просто по любви. Вот, от души побеседуем. Ну и кто куда-то чего понесет-то? Ну нечего нести просто. А войну-то легко, а ту его. И сейчас все тоже продолжается. И у нас в стране. Зачем эта великая и могучая Россия? К чему? К чему она приведет? Я сейчас вам глаза закрою и скажу, к чему приведет. 100 миллионов трупов. Что, я не угадал? Один сказал уже пророк Достоевский, писатель. Ленин это пророчество исполнил. 100 миллионов со Сталином вместе с Хрущевым немного приложился. Сняли голов. Что дальше продолжение будет? Да не 100 миллионов даже. Может 100 миллионов в месяц будет уже. Хиросима-то. Бомба упала в одно мгновение. Сколько сразу в Хиросиме? 120 тысяч людей. Да до конца посчитать не могут, какие сейчас жертвы идут. Все этими журавликами обвешано. Это люди умирают и умирают. Их потомки, уже правнуки, все умирают и умирают. Калеками всякими. Даунами. Следующий город. Нагасаки. Сколько там сразу? 90 тысяч в одно мгновение. Мгновение. Раз Бога и все, и нету людей. Сколько мы еще будем этого ждать? В чем усердствовать-то? А тут усердствовать в подаянии. В таком прекрасном деле. Для чего? Да чтобы люди живы остались, а не умерли. Вот к чему нужно стремиться. Он показывает сейчас мусульмане. Ну, мусульмане, кажется, да? Хадж в Мекке. Столица. У них Мекка, как у нас Иерусалим. У них вот так Мекка. И вот собираются туда на Хадж. Хадж это паломничество. Ну, там очищение души, там все там. Перевод такой длинный, довольно-таки, с молитвами все это. Ну, паломничество. Паломничество к святым местам, но непростое. А для того, чтобы грехи очиститься от грехов и очистить душу свою. Ну, как в покаянии они там идут. Казалось бы, Мекка, это столица. В Мекку может войти только мусульманин. Ни один не мусульманин в Мекку не попадет. Может быть, за большие деньги и то. Его там будут контролировать. Все мусульмане там. И вот едет один, показывают. Собираются они с разных мест. И один едет из ЮАР. Негр. Он мусульманин. Там Али какой-то ведет там радиопрограмму. То есть он мусульманство не понаслышке знает. И вот он говорит, я приехал в эту Мекку, и он там устраивается. Они сначала там 7 дней проходят очищение обряд. То есть сидят там молятся в Мекке. А потом только идут в эту долину горе Арафат, гора милости. Потом идут в долину Мина, где Авраам жертву приносил Измаила, как они считают. Не Исаака, Измаила. И тогда там все остальное происходит. И вот он в Мекке, а там люди живут. Эти арабы там все, ну, чистые там улочки все показывают. Такие там небоскребы есть, все это. А там же есть и трущобы. И этот негр, он-то оттуда, где Нельсон Мандела сейчас, ЮАР-то. А Нельсон Мандела, знаете кто он? Это лауреат Нобелевский. Лауреат мира. Он человек мира. Он апартеид уничтожил. Вы представите, что это такое? Это как Дживархал Рлалнеру. Как Индира Ганди там в Индии считается. И у них вот эта свобода от расовой дискриминации, вообще такая свобода общая, все это, любовь к человекам. И он пошел по этим трущобам и рассказывает им в камеру. А вы, говорит, знаете, я здесь голодных детей увидел. А это же, говорит, центр нашего поклонения Богу. Тут же у нас святое братство мусульман. У него такие понятия тоже. Как и у православных, ну, как и у христиан тоже. Как же так у них тут дети голодные? Показывают, они всякие корявые, это детишки, худые там сидят. И вот он собрал там мусульман, там кого мог, ну, там все негры. И они сбросились и говорят, они не очень богатые. Они имеют достаток даже не средний. Небольшой достаток. И вот они собирают еду коробками и тащат ее, тащат. А там все, горы, горы, у них скалы. Вообще зелени никакой нету. Пыль это. И вот они тащат, тащат, туда передают куда-то. И заходят там где-то, как трущебный городок такой, как норы какие-то. И там вот эти люди, нищие всякие там вот. И малышня вот эта бегает. И они им передают еду и спрашивают их. Ну, а что же вы, говорит, так бедно живете? Тут же паломников столько. Вам хоть еду-то там, ну, кто-то дает. Он говорит, вы, говорит, за последние, говорит, сколько мы здесь живем. А там уже стоит старик пожилой. Ну, может, лет 60 ему. Вы, говорит, первые, кто нашим детям даете еду. И он говорит, а как же так? Он сам удивляется. Он сам не знает, какой козырь-то дает православным. Православные только узнать, он скажет, вот ваши мусульмане там в Мекке. Вы там всех голодом заварили уже. Столица там считается у них. Хаджи это там. У них все для этого делается, чтобы хаджменов этих туда привлечь. Чтобы там как можно больше было. Три миллиона сразу собирается. А милости-то никакой нету. Даже детей накормить. А теперь мы говорим о духовном. Апостол Павел говорит о духовном. Даже не о телесном. Вы себе там милость окажите. Они там страдали за это. Евреи. Ну, как евреи? Он же к братьям евреям обращается. Ну, может, перепадет и простым иудеям. Ну, это же люди. Они больше на что смотрят? На пример добрый. Он сейчас правильно Игнатих говорит. Это что? Какой пример-то? Он сам не хочет. Ну, что теперь? Вы умерете, что ли, в гроб лечь? Никакого примера. Шалите. Подождите. Не одни вы хотите жить. Молодцы какие. Теперь этому примеру-то подражать надо. А только одна злоба. И что мы после этого? Какой милости хотим от Господа? Никакая гора не спасет. Даже около Эвереста замолись там. Назови ее горой милости и неверой. И что будет? Что, от количества камней зависит милость, что ли? Или какая-то долина, какое-то историческое мероприятие? Зависит от того, как ты эту жизнь прошел, со Христом или без. И причем, говорится, добрые дела, которые мы должны исполнить. Исполнять даже написано. Исполнять должны постоянно эти добрые дела. Я покажу тебе веру из дел моих. Ты покажи веру без дел твоих. Покажи ее. Как? 28 стих. Игнатий Иванович, что-то дополнить хотите? Дополнить апостола Павла. Это толкование. Ну, а в усердии. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном. Слово должники. Никому ни с чем-нибудь идут, в томе взаимной любви. Я вот иногда бывает, это своих. Редко. Ну, так приучено, что даже за стол сяду, я как-то стесненно себя, бывает, чувствую. А я-то вам чем воздам? У меня не обедайте никогда. Да что вы! Вы для нас такое-то осознание того. То есть я в духовном послужил, а другое это даже не понимает. Я заплачу, ну, садись, садись, ешь. Я не приучен к этому, он за чужим столом будет. Нас отец к этому не учил. Я к себе должен кого-то пригласить. Ну, а должником надо понять, кто я должен или он мне должен. Вот я молюсь даже так, как бы, может, и не надо. Вот я через кого получил Библию, а они пятидесятники. А они умерли. А они за огромную участь определяют, как уже кончено. А я за них молюсь за упокой. Потому что я каждый день осознаю, каждый день утром произношу их имена, что они первые, кто дал мне Библию, познакомились с Новым Заветом. Как бы не они, как бы... Я сейчас назад проигрываю. Вот первый раз я посещаю их собрание, молитвенное собрание. Я ничего не понял. Я не дождался конца. И у меня билет в кино. Я шагнул, а они на коленях стоят, там ноги мешают. Я через ноги перешагнул выходить. И в это время, несмотря на молитву, один из них за мной выбежал. Значит, выше молитвы что-то есть. Это как раз дядя Миша Еремев, который тут же меня пригласил к себе. А еще там делают. Но его, видимо, стали молиться. Я пришел на корабль, и я вспомнил. И в следующий раз пошел, я определенно пошел, прямо пошел к ним, он дал адрес. Зачем яду, не знаю. Этот день мой был. 27 сентября. Все на этом. Значит, вот и пример. Не надо не смотреть ни на что. Нужно двигаться вперед. Никого мимо себя не пропустить. Нужно сказать. Сказать, а уже примет, не примет, это зависело от меня, лично от меня. У меня и времени нет. Я учился в это время в высшем мореходном училище. Я нашел время пойти туда. И это был последний день. Вот эта вспышка, сияная с неба, от которой Савл пал, она произошла со мной в этот вечер. И я теперь, Господи, кто принимал деятельность, участие в возрастании моей души? Ну, опять же, это избрание от Бога. Я сразу, ну, буквально сразу, вопрос возник, почему, а люди там разные, из разных сект приходят к ним, почему все понимают по-разному? Я еще не знаю ничего. И у меня мысль, надо найти. А они понимают по-разному, и им нужды нету, потому что у каждого в Риге, там есть свои представители, везде. Меня это авторитета вообще не... Я стал ходить ко всем сектантам, которые у них приходят на дом, и у них брать их книги, и все книги конспектировать. Я проделал громадную работу в ту зиму. Я всех книг, у кого какие были стихотворения, выучил, тут же с собрания стал рассказывать на память. Впервые я узнал имя Бальмант. Я не знал, что это за павел. Я ничего не считал, но одно четверостише я там прочитал. Одна из в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Вот это меня пробило. Потом, спустя десятилетия, я найду этого Бальманта. Он все время у меня на корочке был записан Бальмант. И дальше, о ком я что считал, нужно узнать, а кто он такой, а почему так понимает. Ну, где же истина? И уже буквально в первые месяцы я понял, где истина. Истина там, где первый век был, когда было все неразделенное. Значит, мне нужно толкование того первого века. У них сегодня с сектантами беседы, говорят, зачем? Кому надо, Бог откроет. Бог откроет. Но если Бог откроет тебе, а Адвентисту седьмого дня кто открывает? А свидетелем Иеговым Мормоном кто открывает? Ну, назови таких-то ведь десятки уже тысяч разных. Меня ведь нельзя было смутить. Я понял, я с вами вам сидим до скончания века, это первый век. Надо идти туда. И Бог сразу же привел. В это время снимаемся мы. Поехали, поплыли мы на ремонт, да еще буря началась. Помню, как сейчас за штурвалом стоял я. Ночь. Аксиометр есть такой прибор. И не компас, а компас называется. Нужно, чтобы в одно выстраивать их. И где? Ну, качает. Ночь. Ни звездочки нету нигде. Поднимает, там, три этажа, пять этажей. Кидает вниз, все через палубу волны катит. И только утром мы увидели шхуна одна рыбацкая. И мы решили просигнали там сигналами. Где мы находимся? В каком акватории? Это нас развернуло? Там прибор повредил или что-то? Нам нужно было идти в Клайпеду. Клайпеда это уже Литва. И пока мы там стояли на ремонте, в это время я пошел, нашел людей, Господь так привел, у которых было толкование блаженного фифилакта. Другие, которые жили, которые сектанты, я вот 50 лет, я еще ни одного не нашел, который вот так искал, и чтобы ему попало толкование блаженного фифилакта. Я ему готовое даю, зачем мне это нужно? Надо мне Бог откроет. Притом все одинаково. Какая-то бабенка с рыжей на штанах, там мерзавка, она точно та же сектантка. А кому дух дышит, где хочет. У меня этой мысли не было. А одних избрал, говорит, апостолами, пороками, в третьих учителями. Не меня, я не учитель. Я стал искать этих учителей. Они не, я им даю, они не хотят. Но кто ищет, такие люди находятся очень редко. Наконец-то я нашел. Я теперь сижу у него и стращу. Говорят, самое сильное вожделение это мужчины к женщине. Самая сильная страсть на земле. Ну, по Фрейду даже и так понятно. Креслера соната это. В это время я у него занимаюсь дома и две красавицы дочери. Я очень люблю косы. Коса длинная, я даже в армии был, я могу увязать и сзади еще идти, сколько времени свое разговаривать с товарищем, а дорогу направлять так, чтобы за ней идти подольше, полюбовать себя косой. Я себе никогда не говорю. А здесь в доме две там косы в руку толщиной ходят. И они зайдут комнату выдать. Я только гляну и даже ни с одной ни разу не заговорил даже. Самая большая страсть была, а мне 24-й год был. Я только сидел и стращил и тот конспект так и сохранился. Блажина фигла. Как? До 24-й главы дошел Матфеев. Опять. Вот как понимать. Для меня, и он меня пытается подтолкнуть хозяин с такой бородой. Ну, хоть я обратил внимание, какие у него красавицы-то. Какие. Я даже не пойму, о чем говорят речь. Вот захватывает. Я ослеп. И тогда появится Анания, который скажет встань, омойся. И тебя Господь поведет другим путем. Я сегодня спрашиваю, у тебя было такое, не было? Ну, понимаешь, я не могу тебе сказать, это нельзя сделать самому. Я знал свое избрание, там, с четырех лет почувствовал. И вот так вот в жизни меня Господь... Я сейчас не хочу ехать. Вот это вот сейчас вот с визами, то другое, меня это измотало. Я стану среди ночи, помолился, я не могу уснуть до утра. Не могу. У меня мысли вихрем, ураганом в голове идут, как сделать? Ничего нет. И вдруг на понедельник, завтра меня уже везут, что-то промолотило уже. Я под утро кое-как засыпаю, ну, под утро там полчаса, сейчас пупков позвонит, уже вставать надо. Он брякнет, хотя я не слышу, но знаю, спасибо, Христос. Ну, почему у других до этого нет жажды? Ты не знаешь толкования, тебе не нужны нет никакой. Вот какая жажда была, жажда. Самая большая стресс была побеждена. И во мне не то, что ни вожделения не было. Ну, когда видит, мужчина, ну, красивая женщина, он каким гоголем-то идет-то где-то. Я как скрючился, писал, я даже голову не повернул. Теперь бы я хотел поехать в то место, в Литву, не найти теперь только, посмотреть на тех девушек, конечно, это уже по 70 лет, но для меня это все интересно. Вот это чувство благодарности, оно от Бога дается. От Бога. Как помню, в горах мы ползли, полуживые ползли, ползли уже, не шли, а ползли. И, наконец, первый дом, и мы ползком идем, пройдем на коленках, упадем, вот так ползем. И женщина идет, несет поэло с виньям, и там куски хлеба плавает. И я только сказал, почти прошептал, кусочек, да, и она мимо прошла, не посмотрела. И хозяин, когда увидел, что мы двое замерзаем здесь, и тогда только в комнату вел. Помню, за стол садились, я помню, и повалился из-за стола, уже ничего не помню. Усталые такие шли в горах. И теперь у меня задача, 50 лет назад это было, 50, даже больше, 50 лет, 52 года, найти бы этих людей, да как бы отблагодарить-то их. Они меня накормили. Я один раз у них поел, а дальше мы уже до Лениногорска дошли, когда подкрепились, пошли дальше. Вот как. Шел трактор, везет пеньку, а пенька на ветру, это в пороховой бочке-то. Все сгоревшее там было, это еще до нас было. А мы были там, строили, подготавливали для лесхоза в горах. 59-й год. 59-й еще был. Еще три года у меня было до обращения. А вот чувство, это благодарность, уже заложено было от родителей. А сейчас ему говоришь, помогаешь, там подарил, он даже никаких, он взял и пошел. Понимаешь, это не то, что я хороший там, это просто заложено во мне, это заложено. Кто помогал, вот Надежда Васильевна, когда я сидел, я все время с ними держал связь, и опять снова мне надо найти, где это Татьяна Прокопьевна, она где-то в Алма-Ата, где этот Владимир Васильевич Словак, который был начальником у меня в лагере. Как найти? Они у меня все время передо мной. Я не хочу. Это внутри голос говорит, надо искать, надо найти, надо отблагодарить. Ну ты не имеешь этого чувства, а мне оно дано. Я снимущийся, а ты свободен. Дарья тебя проглотила, пошел тебе дожды нет, и тебе легко жить. А я все время в стеснении. Я должник, все время должник перед всем миром. Все время молю Бога, Господи, вознай милости тем, кто трудился над моей душой и заботился о ее возрастании. Ты такие слова-то, вот на молитве произносишь, когда нет. Или у тебя возрастания нет, у тебя все равно. А годы-то прошли. Вот на днях только встретил, тебе показать надо Рая Шишкина. Ты же знала ее? Знала. Ты знала, что она стала монахиней. Варвара. А теперь у нас химонахиня Ксения две недели назад померла. Три недели назад. И я сразу узнал, посмотрел. Вот на тебя она там жаловалась. Подселил ко мне Валю Барышникову. А зачем она мне нужна? Это в моем деле. Вот для слова Божия не тут, там-то написано. Вот как дело было. И главное, они упоминают о ее пути, а как она пришла в православную церковь, ни слова нигде нет. Это не полное. Она в моем доме пришла. Но они, так как у них нету мира, они вычеркивают, а разве это может быть такое? Это не ее биография уже. Это вы ее выдумали. Ее биография никак не может быть без меня. Почему? Потому что она здесь стала монахиней, стала настоятельницей монастыря Варвары. И здесь же у вас, а теперь все священники патриархии снижаются и хоронят. Ну хотя вопрос задайте, когда она стала такой? Почему? Никому даже, а если бы она сказала, и это была благодарная, да еще кто-то нужен даже, кого-то об лапки, да зачем он здесь нужен? Но это биография. Ты можешь что-то там убрать, но это нельзя убрать, это биография. Мое рождение, я могу назвать и я Иванович, но отец-то Тихон был. Вот Александра Федоровна, как она с Алисой Федоровной? Александра, понимаю, была она там, такая теперь стала. Алиса. Фердинанд мог стать Федором, вот это я не пойму. Который никогда не был православным. А Александра Фердинандом. А чтобы в народе звучала Федоровна. Ну это же игра идет, это несерьезно и нечестно. Ну нельзя это менять. Вот у нас Иосиф Сталин был. Ну, однако Иосифами называют. Лаврентий есть где-то. Ну, а почему Климент боятся назвать сегодня вакуумом? Никон, в равной степени. А у немцев я встречал Адольфа, прямо Адольф, и никто над ним не смеется, Адольф это имя его. Надо быть благодарным за доброе, а за плохое поблагодарить, что высказан из зубов крокодила. Вот так. И потом люди все меряют по себе. Я всегда вспоминаю Григория Нискова, когда он рассказывал о жизни сестры своей, Макрина. Он говорит, какие еще не сам были, люди не верят. Он говорит, люди верят только в то, что могут сами сотворить. Вот и в жизни твоей биографии этого не было. Не было. А оно могло быть. Почему я говорю, а ты проверь. Проверь. У тебя, может быть, что-то было, подвиги к этому. Да. 28 стих. Исполнив это, и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. Толкование. Блаженного Фефилакта. То есть, как бы положив в царские сокровищницы как неприступное и безопасное место, ибо таково запечатываемое. Сказав плод, показывает этим, что подающие милостыню получают от того большую прибыль. Или большую. Большую или большую. 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 Опять упоминает об Испании, показывая тем, что путь его туда необходим для него. И что он пройдет Рим не на презрение к ним. Апостолу Павлу все время нужно было оправдываться перед римлянами. Да и с коринфянами полегче было беседовать и с галатами. Они все-таки греки были, не римляне. Не властители вселенной. Что ни слова скажет им, все время нужно было все время нужно было как-то снисходить до их вот этой немощи. И все-таки однако он их называет цветами. Как бы хотелось, чтобы не было таких общин-то. Чтобы не только в списках общин значились. Но однако нас здесь из 74 сидит 20 человек. Если есть, то хорошо. А то и нету 20. А то есть пятка. И среди них на благовестие только-только выйдет вот один. 29 стиль. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христово. То есть толкователь Блаженный Ферфилат говорит нам увижу вас благоискусными во всех благих евангельских. Во всех благах евангельских. Ибо полным благословением благовествования называет все благо достойные благословения. То есть похвалы сообразно евангелию. Но можешь разуметь под благословением и милостыню дабы была такая мысль найду вас совершенными в милостыне и человеколюбие. Говорит же это предваряя их чтобы устыдившись похвал постарались явиться таковыми. Устыдившись похвал. Места Писания православным никогда не одолеть. Они никогда не будут разбирать блаженного Ферфилакта. Особенно вот эти местописания. Если уж сектанты до них не дошли не доросли то спорш произошел обильное благословение благовестие. Самое большее обильное это обращение душ. Но от Павла это не зависело и заранее он не мог говорить этого. А что же он имел ввиду? Чтобы это было благословением притом обильным в его благовестии. Я вопрос этот задаю сам себе на сегодняшний день. Толкования вообще нет на это. Обильное благословение и благословение от Бога в благовестие это так как ты правильно можешь истолковать священное писание. Вот единственное что я нахожу. И он знал смысл этого. Когда он говорит благовествование это то что ветхозаветнее теперь переходило в новозаветнее в самый образ а не тень будущих благ. И он мог тогда разъяснить каждое копыто каждый рог что там есть. И сегодня когда приходят сектанты я встречал такие в нашей деревне даже были такие люди неверующие гуляли пили они уехали уехали и где-то эту бациллу сектантство подцепили. И она приезжает гляжу вообще ничего не признавали безогонных. Она стоит аж пляшет я в духе сметон ты откуда взялась ты такая ты только что приехал она в духе она не может стоять вот так около храма у нас о самых каких-то штанишках сормота одна какой же у тебя дух она стоять не может а я могу говорить на разных языках ну давай расскажи здесь я приехал в потеряевку где похоронены мои родители на каком языке ты можешь сказать она ничего не может сказать он ее рот раздирает до заднего места ну ты скажи хоть одно предложение стоим на дороге я с тобой разговариваю а видно ничего не знает ты какое-нибудь местописание хоть считала да как же Библия Библия у нее есть с собой я открываю на скидку открываю о чем говорится она ни одного местописания не знает она знает только бесновации харизматы впала туда попала готова больше ей ничего не надо это проклятие она перелезла через ограду и там хула я первый раз вопрос задал людям самое большое наказание самое страшное непоправимое притом никакой апелляции не подается какое число четвертая книга Моисеева 16 глава что они там сделали такое что живьем в ад в ад есть такие которых 250 огонь с неба пожег это все таки их можно было взять головешки похоронить все таки ну автаназия здесь как-то на месте ну а как это то никто 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 никогда не отвечает вот посмотри что они сделали они восстали на Моисея и решили отделиться вот это образование секты какой секты ну господь издал определенное правило читайте 37 главу вот священство вот жертв вы будете освещать освещать камни эти камни будут святыня великая камни святыня велик и всякие кто прикоснется к ним к жертвеннику осветиться так это же камень они не понимают ничего ну скажите камень что-то прообразовал жертвенник а что он прообразовал или просто жертвенник ну а теперь мы же не в ветхом завете ну ветхий завет был прообразом нового завета ну вы знаете что это тень будущих благ была ну вот агнец Божий берет на себя грех мира чего он ради он ягненком-то называл Христа-то ну это в ветхом завете было принесите пасхального акса Пасха наша Христос заклан за нас ты считал это или нет ну да ну кто за Пасха Христос Пасхой назывался Агнец пасхальный Агнец и он заколотый был на Голгофском кресте ну и что они опупелые совершенно сектанты ну я говорю у тебя в руках Библии ну ты разъясни хоть одно местописание зачем она лопочет ее сатана замкнул на этом и она смело не смело то есть дико безумно вмешивается в разговор мы говорим с мужчиной начинаем говорит она прям пляшет заскак я говорю вы можете его смирить ну смири ее хотя маленько все к чему Священное Писание написано для того чтобы мы через него нашли Христа вникайте в закон обучения постоянно так ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне о Христе все Писание так говорит так вот этот на жертвенник что клали ну жертву какую ягненок для нас кто Агнец Агнец Христос на что он был положен так все крест что ли ну а куда его уложили то Христа его же не к стенке прибивали то его положили на крест на жертвенник крест указал на жертвенник если к тому жертвеннику прикасающийся светиться то что говорить о том древе при честном на котором пролита кровь спасителя была но он же пригвозил наши грехи на нем там же грехи да духовность образуется с духовно какие там грехи там кроме надписи ничего не было они ничего не понимают крест это вещественно вещественно вот столбы вот поперечина и там грехи были какие-то где они грехи грехи это невидимое А где пригласил? К страданиям. Он страданиями омыл грехи. Они ничего не понимают. Они не понимают Писания. Павел пришел с полным благословением. Он каждое слово мог разъяснить. Сектанты, где проповедует, приходят. У них нет благословения, ни полного никакого. Они говорят, он умер за нас, за грехи. Так что он не может вести. Если у человека сто ступеней восхождения, гора, то они заводят только на первую ступеньку, и на ней вот так всю жизнь крутятся. Умер, спасен, умер, спасен, умер, спасен. Все. А живет хуже безбожника. Я говорю, Павел смиряю, порабощаю тело мое. Как? Ну мы же храм Божий. Ну Павел не знал, что ты храм Божий? Так он же, Павел бы не сказал, ты бы не знал. Но он говорит, смиряю, порабощаю тело мое, не соседа, себя. Вы как смиряете свое тело? А что его смирять? То есть они безбожники. Еретики, сектанты. Я говорю, Павел смиряет себя. Он не понимает. Я сижу с ним разговариваю, руководитель целой общины. Он не понимает Писание. У него нет благословения. Я это не выдумываю. Я говорю, скажи, как ты смиряешь, порабощаешь? Он не знает. Я говорю, а я знал пятидесятников. Здесь был Мельников. Иосиф Иванович с одним глазом. Он сидел много лет. Ему там где-то на лесу заготовка с учком вывела глаз. И ему на могилу крест я нес. Пятьдесятник. Вот. Так вот он смирял свое тело. Он постоянно был в постах. Пятьдесятник. Постоянно в молитвах. Он пятидесятник. Я встречал среди баптистов единицы, которые смиряли, порабощали. Как? Постом и молитвой, отказывая себе в разных удовольствиях. Я еду не потому, что я люблю смотреть. Я вообще никуда не выезжаю. Я реабилитированный, жертву политической репрессии. У меня бесплатный билет. Я могу каждый год ездить в Калининград, в Владивосток. Бесплатно. Девяносто второй год. Это считай, сколько уже лет? Уже двадцать первый год. Я ни разу нигде не проехал. Я не люблю ездить. У меня нет времени. А тут вдруг я еду. В прошлом году больше пятидесяти тысяч километров проехал. После операции на позвоночнике мне сидеть нельзя. Я там и прилягу или как-то. Но я для дела еду. Я для Бога делаю. У меня на душе все время ликование, радость. И они не понимают этого. Какое бы местописание они не взяли. Я говорю, за что-то, да, вот эти погибли. Дофана Вероной Кореи. Снова возвращаюсь. Они не отвечают. Я говорю, за то, что они решили отделиться своим обществом. Отдельно создать секту. А к священству нельзя прикасаться. Как, допустим, священника помазать. Там написано. Возьми столько-то грамм того-то. Там столько-то того-то. Стивно там перечисляет. Сделай вещество. И помажь. А дальше, если кто сделает подобное сему, да будет предан смерти. Если подобное сему. Ну там написано, как это же львое может сделать. Травы нарвал. Масло сколько написано. Там полный рецепт. И сделать это посвящение в священную. А почему нельзя было? Ты же с коленой Ааронова. Брат, ты священник. Нет, именно вот этот. А зачем? Тебе не надо спрашивать, зачем? Это Бог повелел. Богу вопросы не задает. Это Он нам вопросы задает. Бог сказал, ты должен сделать. Сказал, выведи народ мой. Ты пойдешь. А я косноязычный. Брат у тебя есть. Иди все равно. Не отговаривайся. Иди. А я войну в обитомной земле. Ты не войдешь. А как вези? Бог заранее мог ему сказать. И здесь точно так же. Что они хотели отдельно? А что в общество Израиля? Мы все евреи. И все мы знаем, как идти. А что ты себя выставляешь? Я не один. Люди отличные написано. И Бог показал сразу. Завтра. В это время. Если обыкновенная смерть и умрут, обыкновенной. Это не от меня. Но если необыкновенная. Слово необыкновенное. То есть единственный раз за всю историю человеческого общества. За что? За посигновение на сам священство, когда ты на это не был посвящен. Так весь-то народ израильский назывался священство избрано. Считай 19 главу исход. Весь народ тогда считался царством священников. Царственное священство. Тогда. А мне в новом языке. А мы цари и священники. Да какие это цари? Обормотки. Как этот стал говорить. Да я, да с ним. Ну, зона. Да кто ты странь подзаборная? Это Светлана Адольфовна ему говорит. Кого ты? Кто с тобой разговаривает-то будет? И здесь смотришь. Сектантишка. Там ни ума, ни счастья, ни совести нет. И он пытается учить Иоанна Златоуста. Я говорю. Такие толкования святых отцов. Никого не хочет слышать. Гордения сверхдьявольска. Даже дьявол иногда прислушается, что Христос говорит. А эти никого не слушают. Я ему открываю место в числе. За что Бог так покорал живьем в ад? Ответь конкретно мне. Какой это грех? Самое страшное наказание. Это значит самое страшное преступление. За всю мировую историю более страшного преступления не было на земле. Тебе непонятно? Не за убийство жены, ребенка, не за что. Только за это. Ну и назови грех. Как сегодня? Переведи на сегодняшний язык-то. Не знайте. Я знаю. Образование секты. Любой. Посвящение в священство только через рукоположение. Рукополагать может только епископ. Без всякого прикословия. Зачем Павел это говорит? То есть иногда спорит, он говорит, без всякого прикословия. Чего ты споришь-то? Меньше благословляется большим. Без всякого прикословия. Зачем ты прикословишь, я говорю? Без всякого прикословия. Ты не слышишь? Без всякого прикословия. Они глупые-глупые. Они не верят в Библии. Вот с адвентистами беседой я говорю, а вот Самуил явился. Как он? Он же живой. Душа-то у него есть. Самуил. Да это ведьма. Это сатана явился. Сатана. Ведьму вызывает. Как может прийти кто-то? Давайте по порядку считать. Все. Писание Богу вдохновенно. Богу вдохновенно. И дальше. И сказал Саул. Вы верите? И сказал Саул. А дальше прямая речь идет. И сказал Саул. Выведи мне. Это Саул сказал или кто? Саул. Дальше. И женщина в Эндорию, ведьма, ответила. Это женщина ответила или кто? Ну через нее сатана. Но она говорила, рот шевелился у нее или нет-то? Она. Теперь слова автора. И сказал Самуил. Кто сказал? Это слова автора называются. Это прямая речь. Слова автора. Иначе было бы написано, и сказал Сатана под образом Самуила, вышедший. Написано, сказал Самуил. Зачем вы оспариваете? Предумаете. Зачем вы спорите с Богом? Вы безбожьи. Что сказал правильно, неправильно, ты можешь оспаривать. Но что сказал Самуил, тут написано, слова автора. И сказал Самуил, завтра ты и сыновья твои будете со мною. С этим ты можешь спорить. То есть это прямая речь. Может быть он неправильно сказал, но сказал Самуил, в этом ты не можешь сомневаться. Вот эти слова, сказал Самуил, это они принадлежат Духу Святому. А дальше он может быть ошибся. Может быть это не от Духа Святого. Сказал безумец, сердце с вами нет Бога. Что нет Бога. Он ошибся. А сказал безумец сердце с вами, это слова автора. А нет, именно безумцы, именно так он сказал. У них нет рассуждения никакого. Мне это было понятно в первый день, во вторую минуту, как я обратился. Это слова автора. А как ты думаешь, а мне думать не надо. И сказал Иисус. Не под именем Иисуса пришел какой-то шарлатан. Не выдумщик, а это сказал Иисус. Все. Дай аминь. Двоеточие прямая речь. Ну а когда у них так не получается, они могут вообще сказать следующее. Да это же какой-то всего лишь Ветхий Завет. Он же уничтожен. Или вообще, я даже такое слышал. Два раза от них мне так сказали. Когда им кажется приперли к стенке, они не могут найти никакого оправдания. Тут он хоть находит какое-то прямая речь, непрямая. Он говорит, я говорю, вот о Коринфянах, беседуем 11 глава, о платках. Он говорит, ну то-то, то-то. И вот я ему показываю, дальше читаем. Он говорит, да как о чем мы вообще читаем-то? Это же всего лишь апостол Павел. Они должны дать все. Тогда уже понятно, что надо отойти. Уже саканал проявился. Но до этого надо довести. Они говорят, а что показываешь? Это было в Ветхом Завете. А это были образы для нас, чтобы не были походливы на злое. Как раз отрицательные примеры Павел приводит к Коринфянам. Это самый страшный момент в мировой истории. Вдруг врата разверзлись, и живем женами со всеми шатрами. За что такая казнь? Вот спроси любого сектанта, скажи, что там было более страшного, чем предательство? Ни Иуда, ни Хитофил туда не провалились. Почему именно он, эти друзья? А то, что они решили организовать отдельно церковь. И сейчас, ну церкви разные бывают, церква, церква, церковь одна. И только в образах она показана в семи церквах. Это одна церковь. Одна. В разных ее состояниях в откровении. Они не понимают Писание. Вот что значит оставить святых отцов и начинать измышлять. И даже вот они сейчас у меня будут слушать, и они ни одному слову не поверят. Ой, у него в голове там каша, винегрет, он все мешает. У них все винегрет, каша, они мешают. Потому что не поста ничего нет, они винегрет и каши. Да еще и на свиньи не бывают. А ты поистине посмотри, что Господь говорит. Это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы. Почему мне это понятно, а тебе непонятно? Живите не так, как живете. Маленько по-другому Бог будет мозги разворачивать. И он сделал по еврейским законам правильно. А что я пойду язычников спасать? Но Бог воздвиг бурю. По-человечески-то он сделал правильно. Они грешили. Ну и идите, куда заработали. Вот я еду в Неневию. Как-то аминь. В Неневию. Меня Бог посылает туда. И все. А ты опровергай теперь. Тебя он не посылает. Но ты можешь, помогай. Может кит вам поможет. Проплывете везде по голубому потоку этому. И вас на берег, на европейский. Кто знает. Кит помощником оказался. Бурю-то он проскочил. У нас не кит, а называется газель. Тоже название хорошее животное. Она скачет. Римлянам, 15 глава, 30 стих. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим, Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Толкование. Блаженный Феофилакт. Никогда не почитайте себя достойным веры, но представляет... А, никогда не почитает себя достойным апостол Павел. Но представляет посредников. Так и теперь указывает на Христа и Духа. Но об Отце не упомянул. Чтоб ты узнал, что когда упоминает об одном Отце, то не исключает Сына и Духа. Адвентистам бы это толкование толковать. Сказал же, любовью Духа, потому что как Отец и Сын возлюбили мир, так и Дух показывает величайшее смиренно мудрое, когда говорит, что имеет нужду в молитве их. Да, он, конечно, был себе самодостаточен, апостол Павел. Но, однако, мы видим, он всегда, всегда это смиренно мудрое проявляет. И даже вот этого взять Анисима, ну, нужен был бы Анисим, вообще воришкой оказывается. Однако, как он раскрывает письмо, какое пишет он Филимону, как он за Анисима этого подвязается-то. И уже, ты же мне там должник был, а вот он-то бы мне хорошо помог. И прямо вот так нахваливает этого Анисима. Почему? Ну, увидел его избрание, ну, Господь показал ему. И хорошим помощником явился. Спаси Христос, Игнатин Ильич, что вы тут подвязаете нас тоже. Вот относительно молитвы. Павел говорит, подвязается за меня в молитвах. Ну, понятно, молится за себя. А зачем ему Павловой молитвы и молитвы еще других, кому он пишет? Зачем? Как это? Зачем? Зачем Павлу нужно было, чтобы за него люди это молились? Его молитвы недостаточно. У него друзья апостолов, об этом они молились, на это имеют благословение. Но постоянно, в каждом послании, везде он постоянно молитесь обо мне. Да вы по ходатайству многих, а сектанты один ходатай, но как же по ходатайству многих? Они не понимают Писание совершенное, отсюда разбирают друг друга. У них мира никакого нет. В церкви Христове всегда был мир. И которые отступали люди от Слова Божия, а они... Вот я сейчас считаю, вчера одного сектанта. Он бывший, и светиль, это сказать, адвентист седьмого дня, АСД. И он говорит, вы изменили своим принципом. Ведь в начале у адвентистов седьмого дня не было веры во святую Троицу. И где-то в 800 каком-то году они приняли учение о Троице. Сейчас прямо везде Троица, Троица, Троица. Он говорит, что вы поддались православным-то? Для меня это тоже удивление. Это редкий случай такой, чтобы в секте люди подвиглись к правой стороне. Это очень-очень редко. Что и как? Это для меня, я скажу, это правильно, тайно. Я не знаю. То есть это... Другого случая я просто не знаю. Образовали, если то, они только вниз катятся. Больше и больше отрицают. Больше и больше скатываются дальше. А у адвентистов вот такое дело. И учения Троицы, они прямо отстаивают. Доказывают. А он уперся ни под каким видом. Зачем это нужно? Теперь это о молитве. Вот надо запомнить следующее. Вторая стадия молитвы, это благодарение Богу. Это самое должна у нас быть распространенное в живе. Молитва, благодарение. Что у меня было, какие встречи, вот я рассказываю иногда. И вот это благодарение, оно где-то там временами прорывается в славу. Слава. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Так вот, благодарение это молитва. Все за него, за Павла молятся. И у него теперь он приезжает и говорит, а мы в Испании, удачи чтобы побыли. Мы из Испании, ты живые вернулись? А мы тоже, Павел, молились. Вот теперь благодарите Бога. И все друг друга слышали об Испании, и там молились. А Господь-то услышал. Значит, и нас слышит. В какой-то маленькой там общинке, и Бог нас слышит. Бог желает, чтобы через молитву мы познали его близость. И то, что случилось с Павлом, это не случайно, а ответ на молитву. Мы добровольно это избрали. Добровольно поехали в это путешествие. А сейчас меня посылает кто-нибудь, а я не хочу. И что со мной случится, я буду, Господи, куда ты меня посылал? Я поневоле подумаю. А когда я иду туда и молюсь, Господи, да будет воля Твоя. Не нужно мы там поставить преграду, чтобы нас не пропустили нигде, ничего. Хотя мы сделаем все. Завтра живой едем. Чтобы нам написали, что требуется по документам. Вот и все. Я готовлюсь туда, а ты готовь собаку. Так, чтобы она у меня, кажется, в головах была. Она большую и огромную роль сыграла в прошлом году. Полноценный отдых. К нам никто не подходил. Даже заяц пробежит, а она обязательно даст знать. И мне, а зачем собаку берете? Затем, что она дает нам полноценно отдыхать. И когда подходят люди, а как слышат, лазь собаки. Они сразу пятятся от машины, уже никто не подходит. Да зачем связываться-то? А он еще в кабине, да раздается такой голос, он как барабаном бьет. Какие снимки. Надо все подготовить. Теперь молиться за Витю, чтобы ему дал Бог то, что нам дал. Ничего нет. Видишь, меня как Господь благословил, что Николай полностью через меня Бог снабдил. У него его рубля даже там нет. Полностью. И он больше меня снабжен даже. Это за это время. Притом нигде, никогда под проценты не брать. Давайте кредит возьмем. Кто-то сегодня сказал. Я говорю, ты в умею или нет? Кредит. У нас это запрещено. Это Игорь сказал. Кто сказал это? Игорь. Игорь? Вот так. Взять твой. Да. Я сказал, абсолютно никогда не брать. Ни копейки. Вот кто пожертвует. Мы говорим, у нас что-то останется. Мы приедем, сразу деньги можем отдать в евро или это. Если все благополучно. А нет, значит, спрашивать нельзя. Бывает, человек где-то задолжался многое и не может выплатить. Он пули себе отпустил, долги списаны. Это всегда так было. Он, говорит, не мог рассчитаться, запутался, повесился или что-то. А мы не повесились. Если нас где-то убили, все долги списаны. Я минимально меньше меня бомжей не имеет пенсии. Пять, полная тысяч. И смотри, что Господь позволил. У Николая будет даже больше, чем у меня. У меня завтра себя обменяем. У меня будет три. Это все, что требуется. С избытком. А требуется мне 1 800 всего. По самой большой шкале мы едем. Теперь остался один. Я сказал, что побеспокойся о себе. Я вам заранее говорил. Ни от одного не будет ни рубля помощи. Господь все равно устроит. Нам Бог дал знать все с ним. Мы в его друзьях записаны. Я стучу к нему. Вы вспомните житие Екатерины. Когда она жениха-то искала. Какого? Чтобы был красивый. Сильный. Богатый и знатный. И женихи смотрятся даже царского достоинства. И умный был сам умный. Она сама-то была доцентой. Что угодно. И вот находятся женихи. И красивый, и богатый, но не знатный. Другой знатный. Царский сын. У Мишка маловато. И она, чтобы все качества совпали. А замуж, чтобы давать надо, уже 15-16 лет. Уже засиделась в девках. И мать-то возьми, да и сказала на исповеди батюшке. Батюшка, вот у меня с дочкой такой, она придумала что-то. Она изыщется. Он говорит, хорошо, я знаю такого жениха. И она сказала, дочке, наш батюшка знает такого жениха. Самый знатный и самый богатый. И чтобы был умнее меня, богаче меня, красивее меня. Она конкретно на себя показывала. У нее были все эти качества. Она была знатная и богатая. И он сказал ей, я знаю. А кто он такой? А он дал ей икону. Божья Матерь, младенца держит. Вот этот вот. Твое богатство, это грязь по сравнению с его богатством. Твоя мудрость, это песчинка по сравнению с тем, чем он обладает. Ну и красота его. И она хотела взглянуть, он на иконе прям голову отвернул от нее. Это так ее тронуло. Как? На нее не заглядеть, а все глядели. Это на иконе повернулся. Ну а дальше, знаете, история Екатерина Великомученица. Она полюбила Бога. До сих пор, как это так, икона, это идол, через икону. Икатерина Великомучена, все до одной Кати на земле, которая названа в честь ее. Других Екатерин-то не было. Все. Ну если ты хочешь знать, я тебе историю рассказываю. И дальше она стала узнавать. Ей рассказали, она поняла. Да, Сын Божий самый богатый, самый красивый, самый знатный, но и самый величественный. И самый сильный. Все. Она уневесилась. Я же решила быть невестой Христа. А это означает, из-за кого замуж не пойду, а только для Христа. Была одна такая, очень умная, и она у Павла послушалась, и стала подбиваться ему в жены. Возьми меня с собой. Он говорит, я апостол не положу, женись на мне. Она решила быть. Так у тебя жених есть. Она с женихом тут же в этот день рассталась, и все. Из-за Павла стала подбиваться ему в невесту. Знаете, как ее звать? Это в Житии Святых написано. Текла. Фекла. Первого мучения. В Житиях Святых описывается, когда вот такие люди. Там одна была такая, Феврония. У нас еще Феврония, это синяя. А это Феврония красота была, которую ни один художник не мог изобразить. И, видимо, даже на фотокарточке она была не похожа на себя. И с кем она разговаривала, она разговаривала только через ширму. Иначе человек не понимал, о чем он говорит, только на ее смотрел. Вот какая была красота. И ее Бог обратил. Все своих невест забудете, когда вы взглянули на эту красоту Церкви Христовой. Я взглянул, когда на красоту православия, передо мной все померкло. Я понял, это истинная невеста Христова. Я имею в виду, конечно, не сегодняшняя, а то Первоапостольская Церковь. Она по-другому и не называлась. Я недавно доказывал это. Слово православное упоминается уже в апостольских правилах и в Первых Вселенских Соборах. Невероятно даже. Для сектантов, что я говорю, это вообще невместимое. Аллилуйя. Еще прочтем места Писания. Два стиха осталось. А еще пять минут. Один стих. Тридцать первый. Чтобы избавиться мне от неверующих в иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Блаженный Феофилак толкует. Не сказал, чтобы вступить в состязания и победить их, но, говорит, чтобы избавиться, исполняя божественный закон, повелевающий молиться о том, чтобы не впасть в искушение. Матфея 26 глава 41 стих. Вместе с этим показывает и то, что необходимо делать подаяние тем, которые живут среди стольких неверующих, об избавлении от которых и сам молится. И при том находятся в опасности погибнуть от голода. То есть, чтобы приняли подаяние с добрым расположением. Отсюда же видно, что подаяние милостыни недостаточно для того, чтобы она была принята. Когда кто подает по необходимости от неправды для тщеславия, то все погибает и плод от того уничтожается. Доброходно дающего любит Бог. Вопрос можно? Можно. Там написано, избавиться от неверующих. От неверующих в иудеи. Написано в иудеи, то есть в стране. Иудеи в стране. Большую букву написано. От неверующих в иудеи, чтобы избавиться. Чтобы они обратились? Или как избавиться? Не плохо было, чтобы обратились. Чтобы они не пришли, чтобы их не было, чтобы они не восставали. Избавиться заранее. Бог их убрал, и все, они в другом месте. Они приговорены, они не обратятся. Они только мешать будут вопросами задавать, глупо себе заниматься. И помолился, они не пришли в этот день, никого их не было. Собрание прошло прекрасно. Избавиться от них. Они могут умереть за это время. Что угодно. Только они не пришли, они не мешали. И молитва была услышана. Так он не только об этом. Мне больше интересует слово. Мое благовествование было приятно для святых. О, вот это самое главное. Вот это самое трудное, чем Павел-то просил. А вы даже внимание обратили. И чтобы люди, которые живут свято, чисто, они привередливые бывают такие. Особенно у братьев Карамазовых написано хорошо. Зосима говорит. Они любят выкомуривать. Издеваться с нами над собой. Такое завернет где-то. Это в житиях у них было. Экстравагантное. Чтобы мне быть таким, и чтобы они меня приняли. Чтобы они не сцеплялись. Потому что те не придут. Или придут, я их сумею на место поставить. А это те, которые считаются святыми, избранными Божьими. Если он будет толкать палки в колеса, да будет сомневаться, что я говорю. Вот мне очень трудно тогда будет с ними. Вот я говорю о некоторых священниках, которых я воспринимаю как своих. Есть такие. И я даже не предполагаю, чтобы где-то я говорил, и они там присутствовали, они были против. Почему я все время должен об этом молиться. Чтобы мое выступление было благоприятно для них. Но я себя нигде ни в чем не укорачиваю. Я говорю, все как есть. Я не знаю, где могу на них натолкнуться так, что с ними воевать-то я при людях-то не буду. Я должен сознаться, что я или ошибся, или сразу ему шалкушку дать. Посадить на место. Чтобы мое выступление было благоприятно для святых. Для избранных. Это очень сложно. Это более сложно, чем впереди сказано. И вот то, что я говорю, вот в этом вся суть. Понимать, о чем речь идет. Здесь никакого. То, что я говорю, это не семинария, не академия, доктор богословия. Он никогда вопроса-то не задает. Он учит для другого. Избирает какой-то экзегеты 16 века в баллоне. Все, эту баллоне жует, жует, так и не проглотит. Ему больше ничего не надо. А дитератации-то, они такие более позаковырившие. А я просто читаю писание, и у меня спрашивают, а по какой системе вы преподаете? У меня вообще системы никакой нет. В первую очередь, у меня нет никакого образования специального. У меня нет никакой системы. Система одна, знать священное писание, слышать голос Божий, жить по совести. У меня нет системы никакой. Я ни план не пишу, ничего. Я просто беру и считаю любое послание, на любой странице, и сразу вникаю в это. А зачем? У меня попался обрывок от послания апостола Павла. Я с любой позиции, вдоль, поперек, по диагонали начинаю беседовать. Выходить на любое послание, ищу параллельные места. А почему там было так сказано? То есть все время в размышлении, в работе. А там по программе, сегодня какая глава пятая, как вы проходите, завтра будет стих такой-то дальше. А кто об этом что сказал? А дальше, о чем не сказали, святые от силы нигде не шелохнется. Его, говорит, не колышет это. А меня вот это колышет, чтобы оно было благоприятно для святых. Почему никто вопросов так не задает? А как вы думаете, где-то задавали? Где-то не знают, при мне ни разу. Ни разу. Я скажу, что у православных о рождении слышим молчок, а про это вообще на крючок. А где мы начинали беседовать, когда мы ходили беседовать, ходили? И если мы беседовали, только начинали, ну кто-то еще в церковь ходит там и услышит это. Он говорит, вы с ними не разговариваете, это лапкинцы. Значит, мы по вашей системе беседовали, раз нас узнавали. Ну, как-то тут было и в тихий стал говорить. Ну, вот вы все делаете, как и Игнатийцы. Разговор-то шел с Нафанаилом, тогда он еще с нами был. И он говорит, а вы покажите, где Игнатий? О крещении шла речь. И дальше он берет Милоша, который приводит, другие толкования. Где Игнатий? Вот я должен знать, чтобы отступиться. Мне, Игнатий, зачем он нужен-то? В ответ, как всегда, молчание в том гробовое. Вот и все. Ну, покажите, в чем мое учение. Это лапкинцы. Лапкинцы, это означает люди, приверженные, ну кто там лапкин или кто у них. Определенное должно быть учение, которое опровергает священное писание. Вы покажите слова свои. В этом, если ничего не дышит, вы говорите со злым умыслом. Ну, Павловцы. Ну, Павловцы, ну, Павловцы, да ты какой Павловцы? Да ты Павловцы. Петр говорит, да это Петровцы. Так, Сергий Строгоруц, когда ты сергианцы? Так, Сталин, да ты сталинисты. Но ты покажи, в чем он не прав. Тогда может быть всем Ленин, Ленин, Лютер, Лютер, Аня, так легко. А другие говорят, Игнатиевцы, тогда еще более лапкинцы, еще можно подумать на кого-то. А уж тут определенно. У них нет ничего. Игнатиевцы не слышал, я ни разу. Мое учение, где оно? Покажите. В чем мое учение? Мое учение, если было бы здесь, то меня бы здесь уже и не было. Учение, а метод? Я желаю только то, чтобы люди любили Христа, любили Святую Библию. И жили так, как повелевает Священное Писание по толкованию святых отцов. С соблюдением канонических норм. Канонов Святой Православной Церкви. А этого они не хотят. Я хочу вспомнить Николая Николаевича, судника бывшим на ценах Анаэля. И он же потом и сам решил все это провести расследование и проводил. Мы же не знали этого. Вот он написал потом реферат-то целый. В 19-й томе, открытым оком, там написано его. И я хочу сказать, если внимательно прочесть, там большой опус. И он такие моменты подмечал. И я прям раз, и себя ловлю на мысли, думаю, а точно подмечено вот здесь. Он молодец. Но только единственное, это должен враг подметить. Не брат, не друг. Потому что только враг может это подметить и сказать со злорадком, ага, вот это-то у вас есть. А потом он это раз-раз на месте заворачивает и говорит, ну в принципе это никак не влияет на то, что это тоталитарная сеть или нет. И потом опять, а вот еще такое это у них. Я думаю, опять это вражина. И вот у него вместо три такое есть, который только какой-то предатель может, чтобы зацепиться. Кощунник. И потом опять возвращается, и потом в конечном итоге. Ну а так никак доказать нельзя, что это тоталитарная сеть-то вообще-то. Прям так и заканчивает. Я не знаю, кто там из него что берет. Если можно взять отдельное там маленькое предложение, полпредложения. И чтобы контекста не было. Ну что-то можно из этого, может, кого-то враган там. Ну а так вот, он написал-то, ничего нет. Да и как могло быть, если мы с ним вместе вот тут на коленях молились, стояли. С отцом, бывшим отцом Нафанаилом. Он тогда был настоящий Нафанаил. Он же простой был. Как мы тут спорили с ним о войне, когда посмотрели фильм «Спастили до Урайна». Он стоит еще молится, я говорю «Отец, ну неужели ты как?» Ну вот там черная сотня все еще в башке бродит. Я говорю «Отец, ну это же, понимаешь, человек меняется, смерть его ждет там. И тем более молодой организм, он сопротивляется, агония там все дрожат. Смерть идет. Ну это же вот, понимаешь, это защита». Я говорю «Отец, давай так, вот ради эксперимента сделаем. Ну, чтобы ты осознал, я тебя слегонца ногой пну просто по носу. А ты мне свои ощущения расскажешь. Это только для эксперимента. А ты мне, может, потом в ответ тоже… Я понимаю, что не надо, у меня, видишь, нос сломанный. Я это все знаю». Он так подумал, посидел, сел вот тут прям. Вот он говорит «А ты знаешь, если на меня-то это все перевести, то да, это все-таки, наверное, плохо». Я говорю «Ах ты чего раньше-то на себя никогда не переводил-то?» Такой вроде мудрый, все так хорошо пишет, а простое дело, ну убить человека и не убить. Ну мир и война. В этом же вот фильмы про немцев. Это женщина из администрации в конце и говорит, когда там показывают, несут они вот эти к могиле, и написано «Русско-немецкое кладбище». И там тысячи фамилий, и везде там русских стоят, и вот эти немцы один другого поддерживают с тросточками, и несут эти венки они. И она, и голос ее за кадром говорит, а все-таки лучше, говорит, самой хорошей, доброй войны, это даже самый плохой мир. Давайте жить в мире. Я думаю, ну вот и все, и стоило 70 лет ждать, и тогда такую бойню устроить. Ну стоило. Наверное, стоило, все-таки, а Бог. Что заслужили, то и получили. Да. Ну все, Господу нашему славу, помолимся. Вы помолитесь. Можете сильно не кланяться, раз у вас спина. Да. Ну, с поклонами не стесняйтесь. Это поясной я сделаю. Ну хорошо. Боже, милостью будь мне грешным. Создавь мне, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. Господи, слава Тебе за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью. Хвала Тебе за это собрание, за возможность открывать Святую Библию и вникать в содержание ее. Слава Тебе за святых мужей, которые истолковали, дали правильное понимание святых слов. Хвала Тебе. Посети тех, кто не может видеть этого света, слепых, обездольных, томящихся в узах. И о чем мы рассуждали о нашем путешествии в благовестие. Если угодно Тебе устрой, помоги и открой. Научи нас во всем искать исполнение воли Твоей. Будь милостив к нам, богатой и щедрой милостью. Не нам, не нам, но Тебе да будет слава. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодаря нашему слову. Смотрите лихом, аминь.